Команда вкатывается на поле Команда вкатывается на поле Команда вкатывается на поле Команда вкатывается на поле Передачи в центр не всегда они далеко находили своих адресатов, но тем не менее, когда находили, было очень опасно. И вот так на Тонникова, опять же, здесь Генсарь на ударной позиции, промахивается по мячу. Сам ли или с помощью соперника, это уже другой вопрос. Александр Тян пенальти назначать не стал. Ну и еще один шанс Уедин Савич после одного из многочисленных стандартов откликнулся на эту передачу к году, но не смог пробить Владимир Олившин. В общем, моментов много, эпизодов много. Зоран Вулиевич, главный тренер футбольного клуба Шериф. Зоран, каким получился первый матч после длинной пауты? Сегодня очень важно было выиграть эту игру. Первая игра всегда тяжело, не знаешь, какой соперник, не знаешь, какая твоя команда. Но я думал, что мы играли первый раз хорошо, потом чуть-чуть было нервозно у нас, игра не получилась. Как мы хотим, мы на концу очень важно, чтобы мы выиграли эту игру и я сам доволен. Моменты создавали, но опять забили только один раз. Вы считаете, это проблема? Это очень большая проблема. Сегодня была очень большая проблема. Имали очень много ситуаций за забит. Один-един с братаром не забили. Я доволен, мы выиграли игру и это было важно сегодня. Спасибо и удачи в матче с дачей. Спасибо. Это был Зоран Вулич. Саша, тебе слово. Да, спасибо Мирославу. Не поспоришь с Зораном Вуличем. На самом деле это была большая-большая проблема. Сегодня реализация. Много ситуаций, как сказал наставник Шерифа, было сегодня для того, чтобы забить мяч. Но вместо этого имели еще вот такую нервную концовку. Сами себе привезли. Но главное, что три очка влегли в копилку терраспольской команды. По-прежнему на первом месте идет Шериф. И по-прежнему преследует его Кишиневская дача. Одинаковое количество очков у этих двух команд. И уже в следующем туре мы увидим супердерби. Вернее, как избранные увидят. Потому что руководство Кишиневского клуба решило сделать так, чтобы болельщики этот матч, по сути, посмотреть. Ну, разве что в интернете смогут. Ладно, об этом уже потом. Мы только что видели великолепный гол Артуру Патраша. Будем с вами прощаться. Наконец-то вернулся наш футбол. Думаю, что все вы довольны. И, наконец-то, теперь будет нам о чем с вами поговорить. И поболеть за родную команду. Всех вас поздравляю. Прежде всего с этим событием. Ну и, естественно, с первой победой терраспольского Шерифа. Будем надеяться, которых будет еще очень-очень много. Всего доброго. Обязательно увидимся.